Всем привет! С вами Станислав Орехов и Эмиль Зайнулин. Мы делали здесь проект и хотим рассказать о том, как получилась кухня. Вернее, не рассказать полностью, а показать какие-то детали, как можно сделать кухню методом, строительным методом, чтобы сэкономить, но при этом, чтобы она получилась такая вот мощная и подготовленная вот для такого большого пространства. Я представляю вам архитектора и дизайнера Эмиля, который разработал, собственно, методику, по которой можно создать такую красоту, и сейчас зададим его несколько вопросов для того, чтобы понять, как все это сделано. Расскажи, пожалуйста, что вообще здесь мы видим, какова была задумка, почему нельзя было пойти в магазин и купить в Икеа кухню? Ну вот, во-первых, у нас пространство такое интересное, двусветное, высокое, 9 метров потолки, огромные окна. Соответственно, здесь у нас функция столовой есть, будет огромный, большой, на 10 персон, круглый стол, тоже интересный. Кухня включает в себя остров, получается, с очень высокой барной столешницей, самый высокий стандарт. И далее мы попадаем в рабочую зону. Здесь у острова есть функциональная часть, есть своя мойка. Здесь у нас варочная поверхность, вот с такой бетонной вытяжкой. Внутри вся составляющая у нас из нержавейки. Такие вытяжки ставятся в ресторанах. Мойка основная. Здесь же будет смесить эту питьевую воду. И выкатные ящики будут здесь у нас. Почему мы сделали именно так? Почему мы решили со строителями именно возводить ее? В таком пространстве, вот если обратить внимание, есть и шкафы у нас, ниши сейчас мы построили. Это очень масштабно для этого пространства. Сделан в статичных таких конструкциях. То есть у нас основная часть присущая, выполнена из обычного кирпича. Покрыта штукатурка без выравнивания. Сверху финишный слой, это мазанка. И таким образом мы имеем конструктивный скелет из кирпича, на котором можно нагружать очень массивные элементы. Создавать самоштабные этому пространству элементы мебели. Мы применили обычный металл. Вот данный швеллер выполняет роль такой балясины. Здесь просто приварили стержни 16 мм. Можно повесить полотенце. Столешница у нас выглядит массивной дубовой. Вот ее толщина. Но хитрость такая, что мы ее набирали из щитов двухсантиметровых. Вот такая склеечка у нас аккуратненькая. Ламели по периметру. Здесь видно? Да, варочная поверхность у нас в один уровень со столешницей. Поэтому специально фрезеровали. Обычно абсолютно фрезером. Никакого здесь, это не на заводе все изготовлено, а прямо вот здесь на площадке. То есть у нас пирог из двух слоев внахлест в разбежку фанера склеивалась. Обычная строительная. Сверху вот 2 см нашей ценной породы. Дуб. Расскажи про фартук. Фартук это, собственно, продолжение. На этом объекте у нас есть на некоторых этажах полы, выполненные из этой массивной доски. Это массив дуба, пропитан маслом. Да, масло это, конечно, большая находка для данного стиля. И вообще для работы с деревом это гораздо интереснее, чем лак. Дуб в своем исконном виде, такой более ярко выраженный за счет масла. Такое же масло мы применили и на столешнице. То есть у нас дуб сошелся. Все это недорогие материалы. Цена их, возможно, даже дешевле получается, чем если использовать какие-то искусственные материалы, имитации и прочее. А эффект, собственно, более ценный получается. Расскажи про вытечку. Почему она бетонная? Как так получилось? У нас здесь вообще хитрая история. То есть изначально концепцию мы выбрали именно каменной кухни. То есть здесь должен был быть камень. Здесь должен был камень. То есть в основном должен был быть везде камень. За исключением, может быть, фасадов самих шкафчиков. И в целом интерьер должен был развиваться до каких-то пор. Более архитектурной подачи. И с использованием каких-то фасадных элементов. Но... Когда посчитали камень на 2 миллиона. Да, посчитали камень. Бюджет оказался... Вернее, он и сейчас, может быть, этот сценарий остается. Как какой-то эталон, к чему можно стремиться через, допустим, 5-10 лет. А вот эта задача, она очень интересна тем, что... Это как оптимальный вариант, чтобы все-таки заселиться и какое-то время пожить в этом пространстве. Такой более ловкий подход. Вот это ссошее, что мы пока еще не покрыли. То есть мы здесь видим дуб в столярном, так скажем, виде. Вот он более светлый. И вот можно прям сравнить, во что превращается он после применения масла. Как проявляется его текстура. Более такая медовая становится. Домашняя, уютная. У всех возникает вопрос, как эксплуатировать вот эту доску. Будет вода и все остальное. Но как раз льняное масло, которое пропитывается и становится действительно таким мягким, оно отталкивает воду. То есть никаких проблем нет. Можно спокойно пользоваться. Если где-то поцарапало или ножом, или какие-то царапины, изъяны, ничего страшного. Берешь шкурку, ее немножечко затираешь, снимаешь слой, берешь масло. И также этим маслом просто без всяких пятен, без всего заново обрабатываешь. И ты даже не видишь место, где произошел ремонт. Это очень полезно. Ну и, конечно же, вот эта вот древесина позволяет почувствовать в этих бетонных джунглях, да, некое единство с природой, да, более мягкие, более мягкие оболагивающие. И, кстати, мы видим вот фартук, он у нас из остатков напольной доски. То есть это некие обрезки. Мы собрали вот где-то даже с царапинами есть. После обработки маслом это все обретает даже такой интересный дополнительный декоративный эффект. Вот какие-то от шлифовок полукруги остаются. И даже если что-то будет происходить в дальнейшем с этой доской, я думаю, наше масло и обычная шкурка действительно спасут и сделают более интересной. Вот с вытяжкой интересная история. Она недорогая, по-моему, 10-19 тысяч стоит. Но, ну, понятно, что там какую-нибудь, если брендованную брать, то там очень-очень много, там 50-100 тысяч вот такого объема. Поэтому взяли просто обычную ресторанную вытяжку, смонтировали вот этот вот куб, то, что вот мы сейчас обсуждали, да, почему он появился. Ну, потому что делается как камин какой-то некий, да, залили вот специально вот это вот пространство поверху и запустили вот такую полочку по холодильнику. Да, кстати, холодильник тоже очень такой большой, массивный, здесь маленькие точно бы не подошли. Ну, в итоге вот это все обрамляется. Получается такой единый стиль, когда у нас есть вот бетонный пояс, да, небольшой отсылка к стилю лофта, да, он присутствует везде. Ну, и одновременно смесь с таким замковым стилем на полу, допустим, камень White Hills. Это искусственный камень, он похож на натуральный и используется для экстерьера. Но здесь вот он в интерьере тоже находится и очень-очень здорово смотрится, как в французском замке. Подсветку тут еще сделали интересную. Я думаю, что как раз здесь можно будет разместить светодиоды, и они будут светить на вот это вот панно, которое тоже под маслом, да, соответственно, если будет жир или что-то капается здесь от поверхности, то ничего страшного, берешь тряпочку и просто ее протираешь. Ну, и акцентировать вечером, в общем-то, можно отбить светом нижнюю часть, то есть сделать эффект нижнего света, вверх будет менее активным. Давай расскажем про, собственно, открывающиеся поверхности, как они были сделаны. Фасады обычные, абсолютно, ну, естественно, у надежного поставщика куплены, хорошо высушенный, цельноламельный мебельный щит. Это совершенно... Это дуб. Да. Не дорого. Не МДФ, не ДСП, это просто дубовая, получается, склеенная доска. Вот они видны. И обработаны тем же самым маслом и петли, да, у вас? Именно, да. Максимум, что, может быть, придется сделать, если вдруг какие-то начнутся движения. Пока вот почти месяц мы наблюдаем картину, ничего не меняется. Но, если что, мы сделаем здесь натяжители фасадов, разместим латунные. И стянем этот фасад на место, поэтому... Ну, если будет зимой падать влажность или повышаться будет, то дерево может играть. Так как здесь у нас фанера, то никуда столешница не уедет точно. Здесь ничего нет. Соответственно, нужно будет, для того, чтобы сохранить геометрию, нужно будет сделать какую-то проставочку. Но это можно будет сделать в любой момент. Могут пойти трещины, в принципе, но в данном случае, так как это натуральное дерево, сильно страшное не будет. Будет, наоборот, даже интересно. Ну, и вот интересное решение по обычному металлу, да. То есть мы делаем шкаф не весь деревянным, оставили все в мазанке. Это все можно покрасить обычной моющейся краской. Здесь дно вообще не делали, дерево ничем не делали, просто не вилерку залили уже по металлу. И тоже покрасим черной краской. Метал, цоколь у нас и откосы выполнены из добротной стали. Сколько здесь? 6 миллиметров? Это да, 6 миллиметров, 6 на 100 сечение. Полоса готовая, фабричная, ничего не пришлось резать вдоль. Мы использовали. Магазин прям покупает, ну, на рынке получается. Да, то есть у нас только торцевые запивы. Что нужно, чтобы это сделать? Сварочный аппарат или что, какой-то инструмент? По большому счету, главное, это, конечно, руки. Вот у нас мастер на стройке хорошо все это сварил, качественно. По инструменту это сварочный аппарат. Болгарка обычная, большая, маленькая. Сверлить, вот у нас есть декоративные, так скажем, в данном случае декоративные, обычные, опять же, болты. Просто мы их закрутили. Самый уголок к полосе приварен в нескольких местах. И получился такой сварной плинтус, который образует некую отсечку геометрическую от неровной мазанки. Дальше оставлена мазанка. Как раз вот эти все вылеты, выступы, они сейчас в сценарии лофта, они как бы подчеркивают грань. А в принципе сюда можно вклеить в дальнейшем камень. Эту концепцию можно развить дальше в камне. Если вдруг появится желание или достойный материал какой-то, можем его просто туда вклеить. То же самое по шкафам. Мы можем при желании зашить всю плоскость изнутри, мы видим, продолжить в дубе зашить все плоскости и получить более такой аккуратный вид. Хочется поменять стиль или не хочется, хочется оставить в лофте, либо классику сделать, сделать все в дереве, либо хочется просто краской потратить. Здесь можно применять разные решения. То есть здесь как раз и показаны различные варианты, которые с помощью проекта. Ты вот не сказал, что одно из самых важных вещей, что нельзя просто взять строителей. Нельзя просто строителей пригласить, сказать, ну сделайте мне что-то. Обязательно должен быть проект. В данном случае проект делался в скетчапе, в программе. И там очерчивался каждый болт, каждая деталь. То есть все, что мы здесь видим, все вот эти вот вещи, они не просто так. То есть если просто отдать строителям, они сделают что-то свое, но это никогда не сойдется. Здесь очень важно, ну вот чтобы, допустим, встала здесь шкаф на свое место, чтобы там все провода сошлись. Вот эти вот, чтобы все расстояния, заливная конструкция и соединение. Здесь соединение, вот здесь вот, чтобы все это было так, как нужно, и должен быть обязательно чертеж. Да, здесь мы исключали случайности. То есть у нас есть некая взрыв-схема. Каждый элемент от модели, даже каждый болт от модели, и швеллер, и пруток, и уголок с элементами бим-проектирования. Мы еще и цены взбивали сразу же в процессе и понимали, какой у нас будет бюджет у этого мероприятия. Где-то получается недели-две ушло на проектирование, но уже в середине этой недели мы начали строительство. Мы уже начали основные вещи закладывать и закупки производить. То есть бюджет все время был под контролем. Это немаловажно, потому что здесь как раз идея была такая, как можно дешевле сделать кухню в целом, чтобы не получилось так, что мы сейчас делаем что-то временное, а по цене дороже, чем планируемое. Ну и чтобы выглядело при этом достойно, аккуратно. Ну вот в данном случае стол еще не доделан. Здесь непонятно, как будет соединяться вот это вот белое с бетоном. Здесь еще в процессе именно оформления. Но вот уже есть такой пульт управления светом. Да, тоже можно не покупать дорогущие какие-то выключатели. Вон обычные покупаются, красятся. И в принципе, как пульт управления полетом выглядит в такой схеме очень неплохо. По проекту у нас здесь в итоге вот мы видим 10 групп освещения. Естественно, когда-нибудь, скорее всего, выявятся там 2-3 группы. Больше не нужно будет. Но сейчас очень интересная штука. И возможно, даже когда мы ее отсюда снимем и поставим сюда в итоге какую-то сенсорную панель умную, эту панель мы будем использовать на своих объектах для какого-то такого опыта. Демо-версия. Да, демо-версия для отработки возможности нарек. Например, мы хотим там включить юстеры и включить там нижнюю подсветку. Мы сможем запомнить этот сценарий и потом его интегрировать в одну программу. Это тоже интересное решение, когда мы не уверены, как мы хотим комбинировать вариации всевозможные по подсветке. Рабочая поверхность. В общем, вот эту часть будем покрывать также маслом. Здесь будет мойка. Еще важная деталь конструктивная. Если обратить внимание на плинтус, вот здесь, как устроен, мы видим просто Г-образный свес наружу. И здесь будет фасад. Вот он, собственно. Это один тип плинтуса, более такой стандартный. Если мы говорим про этот плинтус, видите, мы здесь уголок перевернули внутрь. Это не просто так сделано. Это плинтус тип 2. Он, во-первых, на съемный в данном случае, потому что здесь будет стоять посудомоечная машина. И фасад, открывающийся у посудомойки, он в данном случае задевал бы этот уголок и просто не открывался бы. Либо нам пришлось бы делать как-то выше, менять высоту. Но мы решили вот именно таким образом поступить. И сейчас можно посмотреть вот на второй посудомойке, как это, собственно, работает. Вот он пока еще без фасада, но мы видим, вот если здесь какая-то плоскость, допустим, возьмем уровень, вот он у нас спокойненько уходит в глубину и не задевает наш плинтус. Покажи еще вот этот момент именно соединения. Вот в чем заключается работа дизайнера и даже проектировщика здесь больше, в том, что нужно предусмотреть, что здесь не просто будет посудомоечная машина, она будет с фасадом. У фасада есть некий выступ, и он должен открываться. Соответственно, все это должно работать. Если этого не предусмотреть, отдать либо просто строителям, либо просто попросить менеджера по кухне что-то посчитать, то вот это вот что-то посчитанное может просто не сойти с тем, что мы планируем. Для того, чтобы построить кухню строительным методом, мы ее полностью отмоделили в скетчап. Каждый этап сделали отдельный лист, сделали общий взрыв схему. Вот здесь мы видим, как реализована кирпичная составляющая, основание. Далее мы видим, где какие участки нужно было нарастить. Зеленым цветом указанным. Мы подлили основание, добавили геометрию. Бетонные кронштейны заняли свое место. Двутавр опора барной столешницы смонтирован. Откосы металлические установлены в свои места. Базы, посудомоечная машина. Вот уже появляются металлические балясины. Плинтус. Фартук. Ну вот, в принципе, и все. Если у вас будет желание, вы можете посмотреть, как мы это делали на нашем проекте. Ну и также, если нужны будут консультации, либо если вы захотите заказать подобную кухню и сэкономите, получить при этом индивидуальные решения, а не заказную кухню, то обращайтесь, с удовольствием подскажем и поможем это сделать вам, если вы дизайнер, ну и либо если вы клиент, вы также можете заказать подобную, либо более интересную даже историю, если готовы на эксперименты.